Великое противостояние двух суперзвезд Аллы Пугачевой и Софии Ротару продолжается. Всю жизнь эти легендарные артистки конкурировали. Я и София Ротару не подруги. И недолюбливали, будем откровенны, друг друга. Сначала расскажите, так ли это или не так. Давай поцелуйтесь. Давай, чтобы там не говорить ничего. Все довольны. Они всегда придерживались разных точек зрения. Неужели теперь, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, артистки наконец-то сошлись во мнении? Как две суперзвезды, россиянка Алла Борисовна и украинка София Михайловна отреагировали на путинские преступления? Смотрите прямо сейчас. В первые дни войны Алла Пугачева и София Ротару молчали. Первая нарушила тишину украинка из Буковины София Ротару. Легендарная певица, одна из самых высокооплачиваемых певиц по советского пространства, на четвертый день вторжения Российской Федерации опубликовала пост в поддержку Украины. Я в Киеве. Молюсь за наших защитников и мир в Украине. Пишу этот текст, да и мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои. Сил нам всем и мира. София Михайловна и вправду живет в Украине. В одном из самых дорогих пригородов столицы, рассказывает ее родная сестра, певица Аурика Ротару. Она живет здесь, в Конче-Заспе. У них дом с сыном, с невесткой, внуки. Внуки уже выросли, там, внучка учится в Америке. Внук уже здесь, уже отучился. То есть все они здесь. Вот только уже через две недели после полномасштабного вторжения сын и внук певицы пытались убежать из Украины. Чтобы не защищать родину, Руслан Евдокименко вместе с сыном Анатолием хотели на лодке пересечь границу с Молдовой. Но не получилось. И вот ирония судьбы. Из-за войны пришлось бежать из родной страны и главной конкурентке Софии Михайловны Алле Борисовне. О зверствах путинского режима легендарная певица до сих пор не проронила ни единого слова. Только опровергла слухи о своей эмиграции священнику, который уличил ее в непатриотизме. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал. Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Впрочем, сам факт отъезда Пугачевой из страны говорит о многом. К тому же публично выступил против войны в Украине и муж Пугачевой Максим Галкин. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как это? Объясните мне. Правда, будем справедливы. До этого Максим молчал и даже ездил выступать на День России в оккупированный Крым. С днем России! Уже давно в русском языке лето и Крым стали синонимами. Сама же Алла Борисовна на аннексированном полуострове после 2014 года замечена не была. Но и публично российскую власть не критиковала. То же самое советовала в шутливой форме Элайма Вайкули, которая громко не признавала Крым российским. Эх ты! Эх я! Покажи язык! Я так и знал. Что? Снай получше. У тебя язык без костей. С таким языком надо... Знаешь, чем заниматься? Сахарко посыпать! Молчать! Быть осторожной, как и Алла, решила и София Михайловна. Легенда советской эстрады после оккупации в Крым не ездила и даже закрыла свой отельный особняк в Ялте. У Соня тоже уже лет пять, наверное, или шесть не была в Крыму. А что с имением, которое там? Ну, пока стоит. Они закрыли, все там не работает. Вилла не работает. Закрыли и все, стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма. Но сама София Михайловна об этом не распространялась, так как продолжала выступать в России. Я же его любила, а он меня не нашел. Проукраинская позиция Ротару вызвала бурную реакцию в Российской Федерации. Певицу даже хотели лишить звания почетной гражданки Крыма. Конечно же, начался шквал критики. Ротару припомнили и песню года 2018, когда София Михайловна якобы отказалась выступать из-за войны на Донбассе. Начали ходить слухи, что певица помогает украинской армии. Но София Михайловна никогда эту информацию не подтверждала. Критикуют Ротару и дома. Певица якобы пытается высидеть на двух стульях, ведь продолжает развлекать граждан страны-агрессора. На сцене Нью Вейвхолл. София Ротару. Похоже, теперь, после военных преступлений Путина, украинская певица больше не поедет в Российскую Федерацию. Как и Алла Борисовна, которая нынче живет в Израиле. Ведь дома на легенду сцены устроили настоящую травлю, как и на ее мужа, за проукраинскую позицию. Живи спокойно, страна. Да. Теперь у нас еще одна. Будем откровенны, сам факт того, что Пугачева покинула Россию, говорит о многом. Даже несмотря на молчание. Примадонна.